В веках существовало всегда какой-то ритуал, который должен как-то обозначить, что это пара. И поэтому это никогда не уйдет. И за свою практику, допустим, работы в роддоме, когда как раз там есть уже ребенок, но при этом они находятся в гражданских отношениях, и очень я работала с угрозой невынашивания, то есть женщины лежали на сохранении, и очень у многих наблюдалось такой симптом, это угроза, именно по одной причине, у многих, сейчас процент на соотношении не скажу статистически, но у них, когда начинали разбирать, потребность быть замужем, вот родить в браке, родить в легальных отношениях, настолько вот была важна, что важнее даже получается рождение ребенка, что она готова была выкинуть, грубо говоря, извините. У меня несколько лет назад, лет 7 назад, пришел мужчина на терапию, и он уже такой, ну, не молодой, как не молодой, средних лет, то есть у него средних лет, 40 лет ему было, он уже жил 5 лет в отношениях гражданских, уже был ребенок у него, и он все никак не мог решиться, жениться. И вот когда за год работы он подготовился к тому, чтобы сделать предложение, потом они сыграли свадьбу, и вот он рассказывал потом свои ощущения, как они менялись у него, насколько, говорит, я раньше считал, что она должна, о том, что вот если она там даже сама готовит что-то, говорит, я сейчас, говорит, с радостью ей готовлю завтрак, говорит, я с радостью могу с ней не пойти с друзьями, а пойти с ней в ее дела, отвезти ее раньше, да я лучше ей оплачу такси, а не отвезу куда-либо. И вот эти ощущения, говорит, даже к ребенку, он говорит, я вдруг понял, что я в ответе за него, это мое будущее, что я вложу, что он видит, он таким станет, понимаете, вот совершенно другое, то есть он говорит, я как будто по-другому смотрю сейчас вообще на семью, на отношения, и я видела, как эта женщина расцветала.